Чтобы пересечь линию выходных, нужно ее для начала обозначить. Предлагаем взять за основу финишную черту, которой пришли участники очередного недельного забега миров шоу-бизнеса, кинематографа и развлечений. Вы смотрите программу Art Navigator. Меня зовут Анна Ельникова. Всем отличного настроения! Совсем скоро вы сможете стать участниками эпической истории о жестокой несправедливости и суровом возмездии в амбициозном приключенческом экшене Ярость Асуры. Давным-давно в государстве Синкоку восемь хранителей спасли человечество, одолев разрушительную силу, известную как Гонма. Однако во время празднования Триумфа был предательски убит император Синкоку. Вина за это злодеяние была возложена на Асуру, который был изгнан и лишен силы. Насыщенная событиями история ни на минуту не позволит отвлечься. Герою то и дело придется выбираться из, казалось бы, безвыходной ситуации. Множество гигантских противников станут серьезным испытанием даже для опытных бойцов. Этот экшен ярко выделяется на фоне других представителей жанра благодаря необычному сюжету, в котором сочетаются азиатская мифология и научная фантастика. Грандиозные битвы, своеобразная визитная карточка игры, выглядят чрезвычайно зрелищно. Активная работа камеры, множество контекстных приемов героя, специально созданных для каждого конкретного сражения и, конечно же, настоящий фейерверк спецэффектов. Все это делает игру похожей на интерактивный мультфильм в лучших традициях японской анимации. Испытать на себе ярость Асуры вы сможете уже 21 февраля, день релиза игрушки. Испытать на себе ярость! На третьем месте раскинулся «Таинственный остров. Путешествие. Часть 2». Это продолжение ленты «Путешествие к центру Земли», созданной Эриком Бревигом в 2008 году. Тогда эта лента завоевала сердца многих киноманов, и причиной была не только удачная экранизация романа Жуля Верна, но и прекрасная архитектура миров, искусственно созданных локаций, завораживающих воображение даже самого искушенного зрителя. Именно по этой причине выход продолжения ждать себя не заставил. Это безобидный семейный фильм о новых приключениях юного фаната Жуля Верна. Главные герои компании отправляются на остров, где насекомые весят тонну, а вулканы извергают золото. В припрыжку по острову невезения бегает американский актер, ранее также известный рестлер Дуэйн Джонсон. Его гонорар в 5,5 миллионов долларов был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как наивысший гонорар за первую главную роль. Если сравнить с приквелом, «Таинственный остров» значительно уступает, но в то же время удивляет зрителя новыми интересными поворотами, среди которых и 3D. Сокровища «Таинственного острова» составили 28 миллионов долларов. Третье место. На втором месте зритель вскрыл код доступа «Кейп Тан». Это очередной динамичный экшн-боевик про агентов американских спецслужб. Стандартный для жанра сюжет украшен неплохими актерскими работами и неожиданными для зрителя поворотами. Для многих кинофильмы с участием Дензеля Вашингтона уже давно перешли в разряд периодически пересматриваемых. И эта картина, скорее всего, не станет исключением. Не подкачал и Райн Рейнольдс, который представит в новом для себя и зрителя образе. Лента снята в лучших традициях 90-х и отличается от всех других повышенной реалистичностью. Режиссер Дэниел Эспиноса четко действовал по принципу «меньше слов, больше дела». Лента до упора заправлена отличным красивым экшеном, от которого вы получите настоящее эстетическое удовольствие. Наряду со спецэффектами в ленте впечатляет и натурная съемка, а в частности пейзажи Кейп Тауна. Этот фильм однозначно порадует любителей жанра, что на своем примере подтвердили многочисленные зрители, заложив в начальный капитал ленты 39 миллионов долларов. Второе место. На первом месте зритель единогласно дал клятву. Одноименная романтическая драма режиссера Майкла Сакси возглавила тройку лидеров проката. Парочку влюбленных хорошо сыграли Рэйчел МакАдамс и Чаннинг Татум. На чьей химической страсти ей держится весь фильм. Успех ленты превзошел все ожидания. Быть может, этому еще поспособствовал и романтический настрой зрителя в канун Дня всех влюбленных. Критики сравнили эту картину с конфетами из горького шоколада, со сладкой начинкой. Так как в ленте для того, чтобы добраться до самого интересного и волнующего, нужно сначала пройти через массу пресных этапов. И все же финальная цель оправдывает средства. К концу история набирает обороты, и все второстепенные персонажи приобретают недостававшую им глубину. Бюджет ленты составил всего лишь 30 миллионов долларов, и уже в первый уикенд был с легкостью отбит, поскольку лента мудрила заработать 42 миллиона долларов. Безусловно, такая математика порадовала и даже удивила создателей. Первое место Обратим внимание на книгу, которая способна изменить ваше отношение к мемуарам. «Прощание с иллюзиями» в авторстве Владимира Познера. Это не просто история человека с очень сложной и необычной судьбой. Книга интересна тем, что Владимир Познер видел многие крупнейшие события 20 века с разных сторон баррикад и умеет увлекательно и очень остро об этом рассказать. Но главное, он пытается трезво и непредвзято оценить Россию, Америку и Европу. Эту книгу написал 21 год тому назад на английском языке. В США она 12 недель держалась в списке бестселлеров газеты «Нью-Йорк Таймс». Познер полагал, что сразу переведет ее на русский язык, однако на это в итоге ушло 18 лет. Перевод был завершен в 2008 году, и еще три года он размышлял над тем, как отразить прошедшие годы в рукописи. И только теперь, по мнению автора, пришло время издать долгожданный русский вариант этой книги. Пролистаем книгу классика литературы 20-го столетия Габриэля Гарсии Маркиса «О любви и прочих бесах». Этот знаменитый во всем мире писатель, не изменяя своим традициям, всегда писал о любви. Юную маркизу Марию сочли одержимой бесами и заточили в монастырь. Спасать ее душу взялся молодой священник Кайтана. Родные девушки и благочестивые монахи не забыли старинную испанскую пословицу «Коли огонь к пороху подносят, добра не жди». А бесов любви и страсти, как известно, не изгнать ни постом, ни молитвой, ни даже пламенем костра. На счету Маркиса множество литературных шедевров, которые нашли своего читателя во всех странах. В 1982 году писателю была присуждена Нобелевская премия за вклад в мировую литературу. Неделю назад мы просили назвать фамилию главного героя серии комедии Леонида Гайдая – Шуриком. Оказывается, в оригинальном сценарии постоянным героем всех трех новелл был студент-мечтатель в очках по имени Владик Орьков. А Шуриком он стал гораздо позже, после утверждения на эту роль Александра Демьяненко. Так быстрее всех ответила наша телезрительница из России Татьяна Синькина, которая увлекается театром и воспитывает двух очаровательных дочек. Поздравляем Татьяну и движемся далее. Сегодня вопрос для вас подготовил победитель нашей прошлой программы – Ефим Триггер. Внимание, категория «Шахматный этюд». Этот русский писатель являлся одним из самых известных советских фантастов. В этом жанре он дебютировал в 1936 году, заняв первое место на конкурсе за сценарий к фантастическому фильму «Аринида», который позже стал сюжетной основой романа «Пылающий остров». Его публикация стала началом 60-летней литературной карьеры этого писателя. Однако, как он сам позже признался, большего успеха он добился в мире шахмат. В 50-х годах он стал мастером спорта СССР и международным арбитром по шахматной композиции. В 1964 году завоевал на шахматной олимпиаде золотую медаль. Шахматный этюд всегда привлекал его трудностью создания. Тем более, что в нем он видел возможность воплощения самых невероятных идей. В результате появилась книга «Дар Каисы». Герой повести, изобретатель и шахматный композитор черпает технические идеи из создаваемых им этюдов и, наоборот, составляет этюды под влиянием собственных изобретательских идей. Внимание, вопрос. Какой советский писатель-фантаст был также известным шахматным композитором? Варианты ответа. Алексей Толстой, Александр Казанцев, Иван Ефремов, Кир Булычев. Как и всегда, присылайте свои варианты на наш электронный адрес artnavigator.atlife.com В письме не забудьте указать ваше имя, контактную информацию и пару слов о себе. Имя победителя, как и всегда, мы объявим в нашей следующей программе. Удачи! Как и полагается, после бури всегда наступает затишье. Такая же схема работает и в природе отношений. После социально запланированного дня стихийной любви может наступить незапланированный спад романтической активности. Поэтому, чтобы вновь рожечь костер страсти, нужно для начала наломать дров. Непредсказуемых вам выходных и до встречи на канале Artvai. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова